Ну, как бы так сказать, чтобы ютуб не забанил, с таким весом можно вести только террористическую деятельность. Вот и бог даже вот таким вот террористам дал шанс через другого террориста. И вот орки такие вот, не орка, понимаешь ли, лечили. Сердечечко прихватило. И все вот аллилуйкают. Нет предела человеческой деградации. Привет, дорогие! Я Лера Павина и вновь добро пожаловать на канал Поклонений без предрассудков, где мы учимся отличать ложь от истины, религию от поклонения в духе и истине. И, казалось бы, это делать легко для христианина, рожденного свыше, имеющего святого духа. Ну, ведь христианин, он на то и христианин, чтобы нести свет в этот греховный мир, свет и истину. Но это только так кажется, что это легко. На самом деле, на моем канале мы с вами уже очень много рассмотрели ситуации и увидели то дно, до которого может скатиться христианство. Но вот снизу постучали. Мне очень хочется сказать, что теперь я видела все. Но я более чем уверена, что нет предела человеческой деградации. Сегодня я хочу прокомментировать одно свидетельство, которое я нашла на YouTube-канале Кемо. Это киевская еврейская мессианская община. Кстати сказать, самая большая мессианская община в мире, которая насчитывает, насколько мне известно, полторы тысячи человек. Но мессианские общины, они обычно маленькие, а тут вот такая вот большая. И там, внимание, свидетельство азовца, прошедшего азовсталь. Да, вы не ослышались, еврей-бандеровец. Сейчас мы с вами все увидим и обсудим. Но сначала убедитесь, что вы подписаны на канал, что у вас нажат колокольчик уведомлений. Есть каналы-клоны вот этого канала на Рутуб и на Яндекс Дзен. Также в Телеграм у нас каждодневное общение, там каждый день выходит контент. И тогда мы не потеряемся и всегда будем на связи. Потому что по статистике смотрят меня 85% без подписки. Подписывайтесь и давайте приступим к просмотру ролика. Давайте сначала посмотрим, насколько Кема вообще еврейская организация. Бог продолжает творить невероятные чудеса. Наш брат – это человек, который прошел азовсталь. Давайте поприветствуем. А теперь посмотрите на этот сюр. Церковь, называющая себя еврейской общиной, под мерцанием еврейских свечей и прочих тонкостей кашрута, около двух минут аплодирует члену запрещенной в России организации «Азов», идеологией которой является фашизм, и героями которой являются Степан Бандера, Роман Шухевич и прочие головорезы, устраивавшие на Западной Украине геноцид евреев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я говорю так, у меня убита половина семьи бендеровцами и петлюровцами в петлюровском погроме. Это герои Украины, им ставят памятники, улицы вызывают их. Это не российская пропаганда, а это слова израильского МИДа. Мы много раз говорили, наш посол в Киеве говорил, бендера не герой, а преступник. В Ядвашеме, можете посмотреть, написано, это нацистские коллаборационисты преступник. Украине нужно раскатить. Наш посол говорил, что там фашистский режим. Да, в ютьюбе введите, бендера фашист. Но мы не о прошлом говорим, мы говорим о настоящем. Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страдания мирных жизней. Но не надо убийц моего народа и моей семьи героизировать. Какой-то сюрреализм не находите? Уже не раз на своем канале я говорила, что главной темой современного ортодоксального еврейства, точнее красная линия вообще через все ортодоксальное еврейство, проходит идея о том, что мы должны помнить своих отцов. То, как было у наших отцов, память от наших отцов. И вот раввин, выступавший Михаил Финкель, он настоящий еврей. Он не забыл память своих отцов, он не предал их. Хотя, в принципе, такого рода память, когда твою семью, когда твоих предков убивали, это не только у евреев свято чтится. А вот это кема, кого чтит? В принципе, они тоже чтят своих отцов. Но отцы у них не еврейские, а вот, как вы с вами посмотрели, украинские. Они верные детишки своих дедов. Оун, Упа. И вот эти вот все герои, это до сих пор их герои. Поэтому кема оказались обычными хохлами. После того, что мы сейчас еще с вами посмотрим и увидим, я не могу кема назвать мессианской общиной. Я лучше ее расшифрую как клоунская едва ли мессианская община. Ну, в общем, мы поговорили сейчас про еврейство. Вот этой вот организации. Церковью это я не могу назвать. Теперь давайте посмотрим, вернемся к главному герою этого видео. И посмотрим, в чем же его героизм состоял. Он нам сейчас все сам расскажет. Да, меня зовут Олег. Я вообще не с 17-го года. Так получилось, что пошел добровольцем в Мариуполь. Как раз в тот момент, когда это было нужно, было тяжело. Итак, он рассказывает, что он верующий с 2017 года. Ну, или, по крайней мере, пришел в кема в 2017 году. И он пошел воевать осознанно. То есть не капелланом именно, а воевать. Итак, как же он воевал? Я участвовал в боях в городе, и потом был переход. Но перед тем, как был переход, так получилось, что я принес это с собой, я показывал. На одной из позиций у нас были в домах. На одной из позиций у нас были в домах. Позиции у нас были в домах. Позиции у нас были в домах. Я нашел книгу. Книга, как оказалось, это Новый Завет. Она была разбросана, растрепана. Я ее собирал по крупицам. Да, там половины листов не хватает. Но эта книга прошла со мной потом через Австаль, через плен, через больницу плена. Кстати, мимоходом хочу обратить внимание на последнюю фразу. Больница плена. В то время, как с украинского телевидения звучали фразы, что надо, ну, как бы так сказать, чтобы Ютуб не забанил, лишать потомства военнопленных. И также многие, наверное, видели кадры со зверствами над российскими десантниками. Я даже боюсь озвучивать, что в этом видео было, чтобы не быть заблокированной. А многие христиане уверяли, а как с вами еще поступать, да, ну, христиане в кавычках. Вот. А тут, понимаете ли, вот больничку оказали. Вот он там потом рассказывает, там у него серьезные были проблемы со здоровьем. Вот. И вот орки такие, вот, не орка, понимаешь ли, лечили. Так, что же этот не орк нам рассказывает? Давайте я вам сейчас переведу то, что мы сейчас услышали. В чем его геройство? Участвовал в боях в городе. Не за город, а в городе. Перед тем, как был переход. Переход, я так понимаю, по контексту вазов сталь. А до перехода они... Вот прям прямым текстом и говорит, что прям в домах, в обычной квартире, да, где все валяется, среди всего этого нашел Евангелие. И, может быть, эта квартира была, кстати, какого-нибудь брата во Христе. И, между прочим, вот у нас тут в Крыму есть семья, которая бежала, которая лишилась квартиры. Вот, ну, может быть, в их квартире вы нашли Евангелие и лишили их дома, ставят там позиции. Если ты считаешь, что Мариуполь – это Украина, а Украина – это твой дом, и, соответственно, все, что в твоем доме, ты пытаешься сохранить как можно в большей целостности. Ты будешь стоять за каждый подъезд, вести героический бой, выманивая противника на поле, да, на безлюдные места. А не превращаешь все города, в которых ты ставил позиции, не только в Мариуполе, в какую-то постармагеддонную выжженную землю. На одной из позиций у нас были в домах, участвовал в боях в городе, и потом был переход. На одной из позиций у нас были в домах, участвовал в боях в городе, и потом был переход. а потом у вас был переход в азов сталь наверное спины закончились за которыми вы прятались но наша группа вот я же повторюсь 50 человек мы дошли целиком и полностью к нам потом присоединились еще люди уже на самом заводе и все вот аллилуйкаю все вот ну просто мимо шеи пропускаю каждый вот хочет слышать то что он хочет вот они аплодируют вот аллилуйя понимаете в принципе на другой бой наш херой не способен давайте посмотрим почему те кто помнят меня до войны до я весил тогда 135 килограмм за это время ушло 40 то есть вернувшись а завстали я весил уже 95 вот может это мне помогло знаете как существует такая поговорка простите конечно да но пока толстый похудеет худой сдохнет как можно воевать весом 135 килограмм с таким весом можно вести только террористическую деятельность вот ставя как вы говорили позиции в жилых домах бегать по полю преследовать противника бороться там до последнего это с таким весом конечно же невозможно там быстрее сердце остановится чем пуля убьет да так получилось что я когда попал в плен я не попал в плен мы сдавались по приказу главнокомандующего мы никто не хотел уходить оттуда так получилось что за сутки до этого произошел нервный срыв и меня парализовала парализовала левую сторону отказала речь знаете у меня тут сразу возникает параллель с великой отечественной войной когда 22 июня 41 года военный гарнизон находящийся в брестской крепости был атакован врасплох и практически большая часть находящихся там была уничтожена но мелкие группы прятались в подвалах и целый месяц они продолжали сопротивляться не просто отсиживались в подвалах одни боролись и продолжались сопротивляться из подвалов вот и потом их в этих подвалах были найдены надписи на стене да что я умираю но не сдаюсь прощай родина также я знаю лично людей вот разных людей не связанных между собой кто-то уже стал впоследствии христианином кто-то до сих пор так скажем православный христианин вот и они все свидетельства что когда ты воюешь за правое дело когда ты участвуешь боевых действиях зная что ты воюешь за правое дело за родину и так далее то приходит вера и нету страха приходит вера здесь же что мы видим сердечечко прихватило у героя который просто как крыса прятался в подвале вот и все его героем почитают а почему сердечко прихватило не потому что за родину переживала потому что за свою шкуру боялся вот инсульт аж хватил кто сражается кто борется у того нету времени на стрессы да все уходит отдается в бой и второе кто действительно сражался за родину там близкой крепости они даже из подвалов или сопротивление неравном бою целый месяц а вы просто прятались как крысы никакого боя не вели и думаете что герои также не могу не отметить насколько же верное божье слово восемь лет батальон азов пытался победить донбасс по методу порошенко загоняя детей в подвалы и вот господь дал этим чертям ощутить то же самое в полной мере что аж парализовала может быть я вас сейчас удивлю но теперь давайте поговорим о хорошей стороне кое-что я могу сказать в этом видео аминь и кое с чем согласиться по этой книге ребята стали приходить богу они стали брать ее читать ее на мои вопросы в начале да когда вот мы просто сидели я их спрашивал верите ли вы в бог они мне говорили что у нас свои бога но когда мы переходили в азовсталь нашла колонна 400 человек наша группа была 50 мы молились наша группа дошла целая нас никто не пострадал 400 человек дошло 250 но наша группа вот я же повторюсь 50 человек мы дошли целиком и полностью к нам потом присоединились еще люди уже на самом заводе да я верю что господь дает шанс каждому приходящего ко мне не изгоню вон и всякий призывающий имя господи спасется то есть всякий даже вот самый-самый падший вот и я верю что бог использовал вот этого человека донести евангелие до отпетых сатанистов и язычников сатанизм это сейчас не обзывательство но мы с вами в других видео кстати рассматривали да что были найдены на азовцах много всяких интересных наколок там с бафометом вот с какими-то языческими славянскими богами и так далее вот и бог даже вот таким вот террористом дал шанс через другого террориста и также я могу сказать аминь я также могу сказать что это сделал бог когда сохранил им жизни да бог сохранил им жизни по молитвам что снаряды до них не долетели не разорвались по молитвам опять же чтобы они уверовали и я вам даже больше скажу сначала военных действий на украине мы молимся с молитвенной группой каждый день мы молимся о том чтобы бог хранил как можно больше жизни в том числе в ссу потому что в ссу я верю не все террористы да кто-то там ну насильно призван кто-то может быть там просто заблуждается но мы молимся чтобы бог хранил всех с кем он еще не закончил страницу у кого еще есть шанс покаяться поэтому но как бы это ответ можно сказать и на мои молитвы в том числе а теперь я хочу прокомментировать вот этих вот ведущих шоу программы клоунской едва ли мессианской общины посмотрите на ведущую как она держит оборону за микрофон мертвой хваткой вот здесь жена азовца хочет для удобства перехватить но нет же держать микрофон привилегии избранных я сначала подумала что это единичный случай но потом посмотрела другие видео с этого канала где люди свидетельствуют все тоже самое о чем нам это говорит о тотальном контроле в этой организации кемо неважно будь то хоть национальным героем который за страну воевал но здесь знай свое место здесь главное мы и говорить ты будешь ровно столько сколько мы тебе позволим также обратите внимание на манеру ведущих разговаривать они все время причмокивают как будто не говорят а едят что-то вкусное молитва одного верующего давайте сейчас все вместе мы я думаю хорошее время нам сейчас помолиться в лице олега его супруги за всех защитников кто там на передовой может кто-то в плену может кто-то в госпитале а давайте сейчас пусть это реальная наша молитва сейчас что-то произведет хорошие и для тех бог продолжает творить невероятные чудеса наш брат это человек который прошел азов сталь давайте поприветствуем ну реально это бросается в глаза вот он причмокивает от удовольствие да вот ему так нравится здесь говорить вот иметь власть учить вас таких баранов чтобы вы сидели и слушали а вам не позволено иметь свое мнение но микрофон держим ну четко вот это вот бандеровщина просто до корней волос как я уже говорил в других своих видео до что воун упа была очень жесткая диктатура и авторитаризм а поскольку вот это бандеровщина где запрещено иметь свое мнение где запрещено рассуждать где существует лидер да вот это бандеровщина пропитала так скажем менталитет значительной части украины вот это наверное и объясняет почему такой жестокий дурман и такое покрывало так скажем библейским языком лежит на умах и сердцах внушительной части населения украины призывая усилить молитвы за украинцев чтобы это колдовство чтобы вот этот дурман наконец-то рассеялся и люди и в первую очередь христиане научились хотя бы отличать черное от белого не говоря уже о том чтобы начать вновь видеть мир цветным напишите что вы думаете по этому поводу увидимся в следующем видео пока